Участники эстафеты Олимпийского огня на транспорте накануне провели специальную репетицию. 1 ноября нести факел северодвинцы будут на карте и каракате. Правда, вместо Олимпийского огня у них в руках пока железный пруд, да и каракат до площади не добрался. Почему, знает Наталья Аскерко. Главную кольцевую развязку города накануне перекрыли из-за одного подростка Артема Зелянина. На карте он разъезжал по площади Пашаева с металлическим жезлом в руке. Так в Северодвинске прошла специальная репетиция эстафеты Олимпийского огня. Напомним, в нашем городе она пройдет 1 ноября. Правой рукой, опершись на колено, вот так, да? Сможешь так ехать? Или лучше в левую руку? Лучше в левую, да? Лучше в левую. Так, теперь следующий момент. Ветер может быть встречным и пламя может где-то вот здесь быть. Если что, тебе его придется вот так держать. Специальную репетицию организовали для двоих участников эстафеты. тех, кто будет передвигаться на транспорте. Свою дистанцию Артем Зелянин преодолеет на карте. В эстафету подросток попал благодаря своему отцу и любимому спорту. Картингом Северодвинец занимается уже 9 лет. Кстати, с отцом-тренером они заранее обсудили, что делать, если факел вдруг погаснет. Моя задача будет остановиться и дождаться, пока либо другой факел принесут, либо этот, ну, зажигусь снова. Здесь мне перейдут эстафеты и я отдаю до окончания шестой школы. И все, там передам эстафету другому человеку. А вот Артему эстафету передаст пенсионер Юрий Фокин. В пятницу он будет на каракате, который сегодня до площади Пашаева не добрался. Самодельный вид транспорта не выдержал удара при выгрузке. Здесь не повезли за Пасху, что вроде не в лесу, но никак не могли ожидать, что... Ну, так неудачно получилось, что здесь было негде, а во дворе тоже машина напехана. Выбрали место, скатили, не удержали, он тяжелый. На всякий случай в день эстафеты у площади будут стоять сразу два караката. Кстати, инспекторы ГИБДД Юрию Фокину с факелом за руль садиться запретили. Так что пенсионер будет на пассажирском месте, а поведет каракат его коллега. Безопасность северодвинцев утром 1 ноября будут обеспечивать больше 700 сотрудников правоохранительных органов. Перекрывать инспекторы собираются практически все главные дороги города. Так что на собственном транспорте отправляться на работу в этот день северодвинцам люди в погонах не советуют. Наталья Аскерко, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.